Дорогие друзья, мы приветствуем вас в программе «Окна» российского информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». С вами я, ее ведущий, Фархад Ибрагимов. В нашей программе вместе с нашими экспертами и гостями мы обсуждаем, дискутируем и говорим о наиболее важных, заметных и значимых событиях, произошедших как у нас в стране, так и за ее пределами. Я хотел бы сказать с самого начала, что у нас сегодня специальный выпуск программы, потому что у нас сегодня в гостях эксклюзивный, я уже прошу прощения за эту автологию, гость. У нас сегодня в студии общественный деятель, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив», хорошо вам известный, знакомый Яков Кедми. Яков Иосифович, я вас приветствую. Добрый день. Добрый день, Яков Иосифович. Во-первых, большое вам спасибо за то, что вы согласились принять участие в нашей сегодняшней программе и уделили на нас время. Для нас это большая честь, не скрою. Яков Иосифович, во-первых, конечно, у нас сегодня повестка, надо сказать, насыщенная очень, поскольку мы, наверное, хотели бы обсудить и региональные проблемы и глобальные. Ну, пожалуй, начнем, конечно, с того, что тревожит нас всех особенно. Это все-таки ситуация, которая происходит в зоне специальной военной операции, а если точнее, то российско-американские отношения сегодня. Мы с вами встречались буквально в конце ноября 2021 года, еще за несколько месяцев до начала СВО. Конечно, у отдельно взятых экспертов были предположения, что что-то ждет такое грандиозное. Другие считали, что это, в принципе, невозможно. Но случилось то, что случилось. И, в принципе, надо сказать, что за тот период времени отношения между Москвой и Вашингтоном серьезно ухудшились. Хотя на тот момент считалось, что как бы уже тогда хуже некуда. Оказывается, есть куда хуже. На ваш взгляд, Яков Иосифович, отношения Москвы и Вашингтона, как бы вы сегодня их оценили, какую бы давали им сегодня характеристику? Ну, вскоре после нашей последней встречи в 2021 году произошло ключевое событие, которое изменило и ход истории, и серьезно повлияло на развитие отношений между Россией и Соединенными Штатами, и западными союзами. 15 марта 2021 года Россия предъявила Соединенным Штатам ультиматум, хотя она не называла это ультиматум. И там было совершенно четко сказано, что Россия требует обсуждения сложившейся в Европе ситуации. и угрожающей безопасности России. И она требует того, чтобы НАТО вернулось к дислокации 1997 года, то есть убрав иностранные подразделения НАТО из всех восточноевропейских стран, чтобы НАТО прекратило продвижение на восток, что касается также намерений, заявленных в отношении Украины, Молдовы, Грузии, может быть других стран. И что американцы уберут свои базы с тактическим ядерным оружием из Европы. Это 6 или 7 баз, которые находятся в Европе, включая Турцию. С тактическим ядерным оружием проекта 200-бл. В ответ на это получилось то, что получилось. То есть развитие отношений сегодня на Украине, на театре военных действий, которые начались, является именно результатом этого ультиматума. Почему это было ультиматумом? Потому что Россия пригрозила, что если этого не будет, Россия начнет, перейдет к действиям техническо-военного порядка, чтобы привести НАТО и американцев к этому. И вот тогда многие, которые услышали, сказали, а это все разговоры, какие действия Россия может принять, что будет и все остальное. То есть развитие событий сегодня и завтра будет результатом этого. Россия требует убрать НАТО из Европы, из Восточной Европы и снять угрозу НАТО. А в ответ на это и американцы, и НАТО усиливают свое давление на Россию. Они усилили свои группировки в Европе. Практически сегодня Украина превратилась в поле сражений между Россией и вооруженными, и управляемыми, и контролируемыми НАТО и американцами, вооруженными силами Украины. Совсем и текающие последствия. Но основная проблема не решена. В развитии этого ультиматума, я сначала относился к этому ультиматуму, Россия все-таки, кроме военных действий на Украине, которые были не основной формой, которую выбирала Россия, но приоритетной для американцев, потому что им тогда выгодно было привести конфликт на российско-украинское столкновение, оставив как бы НАТО и Соединенных Штатов в стороне. И вот злобная империалистическая Россия решила атаковать по шестую правильную. Я к этому еще вернусь. Но практически в рамках этого ультиматума и как его развитие Россия и ввела вводить сейчас тактическое ядерное оружие на Белоруссию. Это является не ответом на развитие ситуации на Белоруссии, как пытаются представить или неграмотные, или бесчестные комментаторы. Это является развитием этого. Это входило тогда в планы военно-технических операций. В этом плане Россия и обучила летчиков, и не только летчиков, использованию тактического ядерного оружия в авиации, и плюс использование Искандеров, которые находятся на вооружении Белорусской армии с ядерными боеголовками. То есть это все большое противостояние. В рамках этого Россия заморозила свое участие в соглашении СНВ об ограничениях распространения стратегического ядерного оружия. И именно это сегодня больше всего беспокоит американцев. И только два дня назад американцы опять вызвали беспокойство. А почему Россия отказывается возобновить? Россия именно на это бьет. Она говорит, пока не будут удовлетворены просьбы и требования России о обеспечении безопасности, стратегические соглашения будут заморожены. Не просто заморожены, а большая опасность того, если кто видит это, что они вообще не будут продлены. И пока Россия заморозила, она еще не вышла. Она может завтра и выйти. И учитывая, что Россия смогла создать все возрастающее стратегическое преимущество в области ядерных вооружений над Соединенными Штатами, и количественные, и качественные, особенно в области как противоракетной обороны, так и стратегических вооружений. Это ракеты гиперзвуковые, которые могут обнулить всю систему обороны Соединенных Штатов против стратегического оружия. Так и ракеты обычные, которые не считаются гиперзвуковыми, которые тоже сегодня, как, например, Ярс, особенно последние модели, обнулили американскую систему противоракетной обороны. У американцев ничего подобного нет и не создается. И причем это идет на все больше и больше на как стратегических ракет мобильных и шахтного базирования, так и на авиационных платформах, это кинжал в первую очередь, так и другие платформы морские, подводные и другие. Одна из форм, это то, что тот церковь, который входит сейчас на вооружение, это серьезнейшая опасность для американского флота, а наземные или воздушные варианты церковны, и не только для флота. А тот вот нас уже, Яков Иосифович, основной американский генерал Бен Ходжес, прям запугивает до невозможности. Якобы, что мы уже тут прям все, что нас мы ослабли, что они, значит, киевский режим сможет вернуть Крым чуть ли не к концу мая. Это другая проблема. Это он говорит о театре военных действий на Украине. Я говорю, основная причина это стратегическое противостояние ракеты. Военные действия на Украину это часть этого. И как бы они не закончились, когда бы они не закончились, они не отменяют стратегическое противостояние, которое возобновится с большей силой. То, что результаты военных действий на Украине определяют, а какие будут начальные моменты к следующему основному этапу противостояния, у кого будут более сильные позиции или более слабые. Американская стратегия говорила и говорит до сегодняшнего дня, что военные действия должны ослабить Россию, российскую армию, чтобы она входила в эти переговоры побежденной и ослабленной. Вот о чем речь, да. То есть это больше их пожелания. Практические варианты, они сегодня совершенно другие. Если мы посмотрим сегодня на стратегическое опять положение Соединенных Штатов и сравним с тем, что было 20 лет назад, или 5 лет назад, или даже 2 года назад. В Соединенных Штатах были грандиозные планы насчет Ближнего Востока. Они хотели поменять режим в Ливии, поставив там проамериканский, прозападный режим. Они хотели навести порядок свой в Ираке по их планам, которые были потом раскрыты самими американцами, из американской боярами Пентагоны. Следующая после Ирака – это была Сирия и потом Иран. То есть во всех этих странах они хотели навести порядок в дополнение к тому, что в Саудовской Аравии, в странах залива, у них было великолепные отношения, они рассматривали их как своих союзников. Что сегодня? Ливия разрушена не под американской властью. Ирак разрушен, американская армия ушла из Ирака. Сирия восстанавливается и возвращается сейчас в семью арабских и мусульманских народов. Тоже ничего не получилось. Саудовская Аравия ушла из-под американского влияния и, вопреки им, занимает намного более уравновешенную, а часто даже в области энергоносителей, позицию, которая координируется и с Китаем, и с Россией, а против американского диктата. С Ираном у них ничего не получилось. И они сейчас уходят с Ближнего Востока вообще. То есть это закончилось. Если вернуться на территорию Украины, то, что там происходит, пока 20% украинской территории у российской власти. Сначала это операции, поскольку российская армия не планировала воевать против украинской армии, они думали, что это обойдется без войны. И можно достичь результатов, не прибегая к военным действиям. Оказалось, что действительность не совсем соответствует их плану. Бывает. Но основная оперативная цель, когда российские войска вошли на Украину, они о ней не объявляли. Это было установить сухопутный перешей к Крыму. Потому что способность украинской армии, которая перед началом действий, сконцентрировала порядка 120 тысяч и более тысячи танков против Донбасса, которого вооруженные силы оставляли только 32 тысячи. А российских войск там не было. Убедили российское военное командование, что можно сосредоточить такие же силы и против перекопа. Он тогда был в Херсонской области, и в Мариуполе, и в Мелитополе. И тогда защитить Крым будет невозможно, потому что взорвать Крымский мост – это не проблема. И поэтому основная сила, основное направление было, поскольку Крым имеет жизневажное, стратегическое значение для России, и было установление сухопутного перешейка. И поэтому установили его. И поэтому сегодня основные силы направления и украинской армии, и американского командования ворваться в Крым и выбить Крым из-под российского влияния. Кто-то владеет Крымом, тот владеет Черным морем. Завоевать Крым для американцев, и там уже были планы базирования американских войск и флотов в Севастополе, это означает, что Россия лишается Черноморского флота. Это значит, что радиус действия американских ракет, как с Крыма, так и с подводных лодок и кораблей, которые будут в Черном море американских, доходит до сердца России. На это Россия не может и не могла согласиться. И поэтому сейчас практически идут две операции на территории Украины. Украина перестала существовать практически как государство. То есть Украина и украинская власть рассыпаются под руками Соединенных Штатов. И поэтому у них две цели. Одна цель – попытаться вернуть под свою власть Крым, который должен был быть в их власти после переворота Майдановского в 2014 году. А второе – сохранить что-то от Украины, чтобы потом можно было бы восстанавливать и использовать как платформу против России. То есть они этого не отрицают. Что покажут военные действия, мы увидим. Я не хочу сейчас входить в анализ тех или иных военных операций и обсуждения того бреда, который несут часть американских генералов. Я могу только сожалеть, что в американской армии служили генералами такие люди, настолько непонимающие в оперативных и стратегических проблемах военных. Но это их проблема, нас это не интересует. То есть сегодня на Украине решается вопрос. Вряд ли они смогут ворваться в Крым и пробиться Крыму. Это практически невозможно. Даже если в российской армии будут совершать чудовищные ошибки, все равно это не удастся. И проблема идет, как закончатся военные действия на Украине и с какой точки начнется следующий раунд противостояния между Россией, НАТО и Соединенными Штатами. Это все, что я думаю, надо сказать, учитывая рамки операции, какое значение имеет то, что там происходит. Бои за тот или иной город в том или ином месте не имеют небольшого значения. Бои за Мариуполь они имели огромное значение, потому что Мариуполь и Мелитополь – это сухопутный коридор в Крым. Сегодня он существует, он обеспечен. Там стоят хорошо вооруженные российские войска с эшелонированной глубокой обороной, более пяти линий обороны. Хорошие войска. Все готово, чтобы не дать украинской войне. А дальше посмотрим, закончатся ли события или военные действия в начале июля с продвижением российской армии и куда? Какие новые области с Украины могут быть заняты? Пока я могу отметить такой факт, очень вроде бы неприметно, о нем не говорят. Украинские власти практически депортировали, эвакуировали все гражданское население Черниговской и Сумской области. Вот как? Это прямо эксклюзив для нашей программы сегодня. Они эвакуировали, там нет гражданского населения. То есть они всерьез опасаются и справедливо, что и Черниговская и Сумская области перейдут под российскую власть. Ну понятно, по географии, если это Черниговская и Сумская, то Харьковская уже само собой. Разумеющийся. С географией ничего сделать нельзя. То есть очень-очень неопределено, несмотря на заявления пропагандистов, несмотря на явление тех или иных гороспециалистов, действия, военные действия летом этого года могут привести Украину к новым потерям своих территорий. Россия рассматривает в разгроме остатков украинской армии и овладение новыми территориями инструмент, который заставит хозяев Украины пойти на урегулирование на новых условиях гораздо более худших. Вот как раз хотелось бы отметить здесь, Яков Федорович, прошу прощения, что перебил вас. Получается, что если этот сценарий, который мы сейчас озвучили, будет реализован, что Черниговская и Сумская области Украины перейдут уже под наш контроль, то, соответственно, ставки повысятся в российско-американских взаимоотношениях во время переговорного процесса. Тогда позиция России будет намного сильнее. Но я хочу еще раз объяснить, на основе всего опыта, который был, и реальной оценки современных и будущих вооружений, вряд ли можно обеспечить безопасность Крыма без того, чтобы Россия овладела Черноморским побережьем. Потому что морская составляющая, и наполнение ее как ракетами, так и различного рода надводными и подводными беспилотниками и системами электронного подавления может привести к тому, что защита Крыма будет очень и очень кровопролитна. Единственное, что может обеспечить защиту Крыма сегодня, в дополнение к сухопутному коридору, это если Россия овладеет Черноморским побережьем. А если Россия овладеет Черноморским побережьем, она обеспечит навсегда безопасность Крыма, а если одновременно с этим будут продвижения к Днепру с востока на запад и овладение Сумской, Черниговской и Харьковской областями, то это совершенно другая Украина, которая практически вряд ли будет дееспособна. Ну понятно, все это приведет и к тому, что и Запорожье, и Николаев, и Днепропетровска, потери этих областей, этих территорий, это потери всех сельскохозяйственных территорий и большей части промышленных. Кировоградская область, например, Кировоградская область Украины еще тоже. Нет, нет, да, да. Вся правобережная Украина. Да, дальше там левобережная Украина, это значит, у них нет сельского хозяйства, потому что последняя сельскохозяйственная область, которая осталась, это Сумская. Ну вот печально, что во всей этой истории на Западе так и не извлекли, я уж прощу прощения, эту тавтологию, урок из истории, что любая военная какая-либо компания против России оборачивается крахом. Ну, видимо, для Вашингтона не стало уроком ни Франция, ни Германия, ни Швеция, ничего-либо еще. Ну, поживем, увидим. Ну, а все военные компании, которые ввели Соединенные Штаты, все они закончились их неуспехом. Не всегда поражением, но не успехом. Вьетнамском. Как это было в Корее, как это было в Вьетнаме, как это произошло сейчас в Сирии. Да, они разгромили, вернее, разгром иракской армии, очень много там, очень мало об этом известно. Но большинство побед американской армии в войне в Ираке были куплены, они просто купили иракских генералов. Поэтому они, собственно говоря, не защитили своего верховного руководителя Саддама Хусейна. Да, то есть то, что можно купить, купили. То есть у них нет серьезного опыта к серьезным военным действиям с серьезной армией. Воевать с теми или иными остатками, когда они воевали даже с партизанским движением в Вьетнаме, им не удалось ничего сделать. Сайгон, их уход из Сайгона, их уход через много лет из Афганистана, очень похоже по финалу. Очень похоже. Только там были, падали с вертолетов, а тут падали с самолетов. Я думаю, это очень интересно, что и в самих США происходит такая турбулентность в внутренней политике США. Мы наблюдаем уже не много, не мало, почти два года. Это с момента, когда в Белый дом пришла администрация Джозефа Байдена, и когда Трамп ушел, как они думали, в политическое небытие. И вот о Трампе с каждым днем говорят все чаще и чаще, все больше и больше, поскольку очень многие эксперты, американисты уверены, в 2024 году, когда будут там президентские выборы, Трамп свою кандидатуру выставит вновь, и республиканцы поддержат, и у Байдена, и у администрации будет болеть голова. Собственно говоря, мы с вами стали недавно свидетелями исторического события, когда посмели, хоть и формально, но арестовать президента США, экс-президента США. Ящик Мандоры вскрыт. Вообще, то, что мы видим с вами в США, в самих внутри, вы как думаете, это все придет к какой-то, наверное, критической точке для американцев? Потому что считается, что политический разлад там усиливается? То есть, если верить американским специалистам, в том числе военным, и ЦРУ, они говорят, мы все ближе и ближе становимся на грани гражданской войны. Государственные структуры все больше и больше деградируют. Способность управлять государством президента падает с каждым месяцем. И практически Трампу не дали ничего делать. И та система, которая сегодня практически существует в Соединенных Штатах, она приводит к тому, какая разница, какой президент. Не он же управляет государством. И поэтому президент может быть такой, как Байден. Какая разница? Все равно же он ничего не решает. По сути, да. Страна стоит перед серьезнейшими внутренними проблемами, расовыми проблемами, социальными проблемами, экономическими проблемами. Каждая неделя объявляется о банкротстве нового и нового крупного банка. Самое опасное, лишнее опасное для Соединенных Штатов, кроме того, что вся страна – это огромный финансовый пузырь и огромный долг, который только увеличивается, это то, что происходит с долларом. Сегодня доллар уже, если он был 2 года назад, 55% всего валютного оборота в мире, сегодня он 47%. И американцы определили, предельная линия, за которой будет падение долларов, он рухнет. И в связи с тем рухнет экономика Соединенных Штатов, это 40%. То есть ниже 40% в мире… 40% по оценке американцев. Это означает крах доллара, крах доллара, крах американской экономики. Это та самая дедолларизация, о которой, между прочим, у нас говорят давно. А темп ослабления доллара, как международной валюты, увеличился за последние 2 года в 10 раз. И каждое новое соглашение к этому идет. Если мы посмотрим на то, что на очередь в Брикс записалось сегодня, 19 государств, причем первые, примерно 9-10, они уже подали заявки. Причем это маленькие страны, как Саудовская, Ахрагия, Иран, Индонезия, Иран, Египет, Аргентина. – Говорят, даже Турция официально не афишируется. Для зрителей, я хочу напомнить, но предположение экспертов, что Турция тоже хочет… – Рано или поздно? – Ну, я думаю, да. – Ну, сначала должны закончиться выборы в Турции. – То есть, Брикс уже определил, что Брикс хочет перейти, отойти от доллара на ту валюту или другую валюту. Даже переход на евро, но не только на евро, на другие валюты. Он означает огромный, огромный удар, сильнейший удар по доллару. А я еще раз говорю, за два года с 55% до 47%, 8% они потеряли. И если темп останется таким же, то вряд ли Соединенные Штаты переживут вторую коденцию Байдена. А кто победит на выборах, поскольку доказали нам прошлые выборы, что на выборах побеждает тот, кто подсчитывает голоса. Такова американская демократия. Так что, даже если у Трампа будет, и он пойдет на выборы, и у него будет большая, большая поддержка среди избирателей, если не будет изменен и поставлен под контроль процесс голосования, проверки голосующих и подсчета голосов, Байден может остаться президентом. Но Соединенные Штаты вряд ли выдержат тандем Байдена и Камела Харрис, по сравнению с которой Байден, это интеллигентнейший, умный, энергичный человек. Даже страшно представить, кто такая мадам Харрис. Это, конечно, печально, что в США, страна, которая считается супердержавой на свете, и в принципе в этом есть доля правды, но что во власти у этой могущественной державы сидят люди, но, мягко говоря, которые далеки от реального положения дел. И они так не считают, во всяком случае. Это то, что есть. Кроме них, у демократической партии почти никого нет. Ну, можно там говорить и внуки Кеннеди, но у него почти нет шансов. А в республиканской партии тоже никого нет. Ну, говорят, Рон де Сантис, например, или Маккарти. Как говорят у нас, он тоже небольшой умник и философ, но у него пока тоже шансов нет. Но это не играет большого значения. Ну, значит, Трамп последнее спасение США. Я думаю, что это спасение. И Трамп не приведет Соединенные Штаты к спасению. Но ни один американский президент не может исправить те врожденные, извращенные структуры в Соединенных Штатах, которые сегодня ее разрушают изнутри. Демографически невозможно это изменить. Состав населения невозможен. Деградация науки, образование, социальных условий просто невозможна. А огромный мыльный пузырь. Половина американской экономики – это пузырь финансовых спекуляций. Она финансовая, она банковая. В отличие от российской, в отличие от китайской. Американская промышленность – это только половина экономики. А Китай уже 7 лет, 8-й год, как обогнал Соединенные Штаты по промышленному производству.